В некоторых исследованиях было показано, что чай является мощным ингибидором абсорбции негемового железа. Но остается неясным, влияет ли время потребления чая относительно приема пищи на биодоступность железа. Одно из целей исследования состояло в том, чтобы изучить влияние одночасового интервала потребления чая на абсорбцию негемового железа, железосодержащей еде, в группе жителей с нормальным содержанием железа, без анемии, женского пола, к использованию стабильного изотопа, 57-го железа. В исследовании 12 женщинам среднего возраста давали кашу, в которой растворили 4 мг изотопного 57-го железа, так же как и сульфида железа, в трех отдельных случаях с 400-дневным интервалом между каждым тестовым приемом пищи. Первый прием пищи был с водой, второй прием пищи был с чаем одновременно и третий прием пищи с чаем через 1 час после еды. Образцы обожженной венозной крови собирали для изотопного анализа железа и измерения биомаркеров статуса железа. Фракционное поглощение железа оценивали методом включения железа в эритроциты. Результаты исследования показали, что среднее фракционное поглощение железа было значительно выше 2,2% когда чаю вводили через 1 час после еды, чем когда чаю вводили одновременно с приемом пищи. Наблюдалось снижение ингибирующего действия чая на 50% при потреблении чая с водой. При приеме пищи и чая ингибирование всасывания железа составляло 37,2%. По приеме чая через 1 час после еды ингибирование всасывания составляло 18,1%. Это исследование показывает, что чай, употребляемый одновременно железосодержащей кашей, приводит к снижению абсорбции негемового железа и что 1-часовой интервал между приемом пищи и чаем наслабляет ингибирующий эффект, что приводит к увеличению абсорбции негемового железа. Эти данные важны не только для лечения дефицита железа, но и для информирования о диетических рекомендациях, особенно для тех, кто подвержен риску дефицита железа. Субтитры создавал DimaTorzok